Интересный факт. Оказывается, собаки очень любят слушать, когда им читают. В подтверждении тому немецкая овчарка Бьерн и Джек Расселтерьер Джеки. Благодаря четвероногим друзьям повысить интерес детей к чтению не составляет труда. Сегодня животные не только верные друзья, но и преданные слушатели. Дети, конечно, начинают работать более открыто. На данный момент у нас собаки настолько послушны, что мы уходим от детей, когда они начинают читать. И мы узнали об этом, что дети начали читать намного громче, намного больше и заинтересованы. В момент чтения детям разрешено собак гладить, общаться с ними. В дальнейшем, после того, как они прочитали, они могут поищрить собаку кормом. У нас для этого есть специальная волшебная баночка. Или поиграть с ними. Чтение – это интересно. И в этом можно было убедиться на масштабном празднике книги «Читающий бульвар». Впервые мероприятие провели 10 лет назад. И с тех пор она только набирает обороты и меняет форматы. В празднике всегда пользуются особой популярностью у людей. Это возможность по-настоящему кунуться в книжный мир, получить свою порцию хорошего настроения и шанс повысить увлеченность чтением. Расхожий миф у многих. Я часто слышу, кто ходит сегодня в библиотеки. Но это, поверьте, далеко не так. Наши библиотеки востребованы у жителей нашего города. Потому что, с одной стороны, книги нынче дороги. И гораздо удобнее и приятнее взять какую-то книгу, необходимую и нужную в библиотеке. А кроме того, на сегодняшний день библиотеки – это такие социокультурные центры. Есть такая теория, которая называется «третье место». Вот мы идем от этой концепции, чтобы библиотека была третьим местом для горожан. Куда можно прийти не только почитать, но и послушать музыку, встретиться с интересными людьми, сделать что-то своими руками. Творческая и концертная, техническая и театральная улицы, квартал художников и площадь спортивная. И это еще не весь список культурно-развлекательных зон читающего бульвара, которые расположились у стен городской центральной библиотеки. На интерактивных площадках не пришлось предъявлять читательский билет и абонемент. Все в свободном доступе. Участие в мероприятии приняли не только гости нашей республики, но и за рубежа. «Привезли фрагмент нашего фестиваля Казак, бо шмат годов мы ладзим на подлажный фестивал Казак, где с детьми створаем новые каски, рассказываем, рассказываем старые, видомые каски, показываем, представляем. Каски на тысячи способов. И читающий бульвар – это велми доброе место, а тем больше, что все лета читающий бульвар выходит у двух отслонах. И первая отслона – детячая. И тут мы просто чудовно уписываемся со своими касками, как разом с детьми читать, рассказывать, выдумывать, малевать, створать новые каски». Любознательность и стремление узнать что-то новое. Те ребята – посетители праздника, считающие бульвар, наверняка будущие Пушкины, Ахматовы и Короткевичи. Для них развитие интеллектуальных навыков сегодня в приоритете. А потому и здесь каждый ребенок без исключения мог найти занятие по душе, будь то рукоделие, робототехника или актерское мастерство. Не обошлось и без литературных встреч с современными белорусскими авторами, на которых возложена ответственная миссия – привить художественный вкус будущему поколению. Автору сейчас очень непросто. То есть Успенский писал, ему было просто. Он жил в читающей стране. Мы, к сожалению, сейчас живем в той стране, где дети играют в телефон, они читают. Поэтому у нас такая двойная задача, то есть не просто написать интересную книжку, а привлечь ребенка. Потому что ребенок не читающий, это ребенок не умный и неразвитый. То есть ребенок должен читать, чтобы вырасти как-то приблизительно, хотя бы до среднего уровня. Организаторы рассказывают, подобная встреча не последняя в этом году. Следующая пройдет в сентябре и будет ориентирована на взрослую читательскую аудиторию. О необходимости проведения такого мероприятия в доказательство ярких эмоций детей и родителей. Сегодня нужно начинать читать детям. Книги – это всегда интересно, познавательно. И книги, в отличие от фильмов, развивают твою фантазию. Ты сразу можешь не увидеть героев, а сам представить себе их. Мне очень сильно понравилось, как тут делали «Значки». Там можно просто было нарисовать свой рисунок, который тебе нравится, и тебе могли сделать «Значок». Вот такой вот. Скажи еще, в каком часто приходишь? Для тех, что читаешь? Ну, я очень сильно люблю читать фантастику. Мой любимый рассказ, ну, история – это «Гарри Поттер». Узнали, что праздник книги и решили прийти сюда посмотреть. Ну вот пока остановились роботы. Ему нравится лего, и нравится роботы, фигурки делать. Юлия Селюк, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.